Телеканал «Автоплюс» и культурно-развлекательный комплекс «Кремль» в Измайлово приглашают всех желающих на новогоднее представление в гостях у сказки. На территории русского подворья развернется настоящий семейный праздник. Зрители окунутся в атмосферу волшебства с любимыми персонажами, песнями, хороводами и, конечно, ёлкой. Эти ёлки будут интересны, мне кажется, и для взрослых, и для детей. Почему? Потому что это всё-таки такое, знаете, уличное новогоднее гуляние. Когда гости приходят, много красивых у нас персонажей, будет такая, знаете, сказочная история, переполох называется. Потому что это на улице, и мы должны быстро-быстро двигаться, чтобы не замёрзнуть в течение часа. Игровая программа, включающая в себя различные активности, рассчитана на 50 минут. А поскольку мероприятия проходят на свежем воздухе, переживать за здоровье посетителям не придётся. Главное – потеплее одеться. Впрочем, на территории есть много мест, где можно погреться. Например, мастерская Снегурочки или резиденция Деда Мороза. Многие приходят ко мне со своими письмами к Деду Морозу, которые они написали, в которых загадали, какие бы подарки они хотели получить на Новый год. То есть вот таким образом у нас волшебство осуществляется в жизни. В Измайловском Кремле нашлось местечко и для избы Бабы Яги. И если Дед Мороз встречает посетителей с подарками, то у колдуньи всегда на готове колода годальных карт. Любой желающий может заглянуть в будущее и узнать, что его ждёт в наступающем году. Ждём вас в Кремле, в Измайлово, в дом, в избушку Бабы Яги. Приходите в гости, а также в мастер-классы под названием программы «В гостях у Бабы Яги». Я доброе, и детей не ем. А для тех, кто любит разного рода загадки, на территории Кремля проводится увлекательный квест. Главная цель – найти подарки, спрятанные Бабой Ягой. И вот есть у нас такой замечательный новогодний квест, который называется «Новогодние тайны Кремля», в которой участвуют и Баба Яга, и Дед Мороз, и Снегурочка. Ребята не только у нас бегают по территории и разгадывают все коварства Бабы Яги, но также изучают нашу территорию. Добавим, что новогодние елки будут проходить 29 и 30 декабря, а также со 2 по 6 января. Узнать подробности и ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте комплекса.